Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть в Banished. Как вы помните, мы продолжаем, опять же, восстанавливать наш городишко после пожарища и болезней. Вот, ну и в принципе мы вроде бы как справились с этим. Хотя, конечно же, еще не вся инфраструктура отстроена. Вот, например, у нас нет трейдинг-пост. Решил я его здесь, вот на этом же месте сделать. Вот, также мы видим, что у нас строятся вот дома. Здесь осталось уже, то есть все есть, осталось только его построить. Вот, ну и натаскать, вы видите, камня, да? То есть Iron у нас железо есть, все есть, камней у нас пока что мало. И камней нужно много. Вот, ну и естественно, вот на колодце, который мы решили с вами ставить в любом, в каждом, так скажем, в каждом квартале. Вот, на колодце, конечно же, нужно очень много этого самого камня. Поэтому я запустил наших рабочих, чтобы они вот здесь вот все очищали. Вот вы видите, что у нас тут, ну камня достаточно. Конечно же, пока они туда дойдут, да пока они там нарубят, да вернутся назад. Это пройдет не один, наверное, месяц. Вот, ну ладно, что ж поделать-то. Так, и я так думаю, я прикинул, помните, мы с вами решали в прошлой части, где же ставить еще один вот этот вот рыболовный, хижинку рыболовную, да? Вот, здесь вот думали, потом решали вот здесь вот не поставить ли, где-нибудь вот тут вот. Но опять же, это слишком далеко, да? Вот ходьба туда-сюда. Вот, если мы посмотрим, смотрите, вот такие вот у нас круги, где у нас область действия, да? То вот здесь вот и вот так вот как-то. Поэтому, если мы поставим вот с этой стороны где-то вот тут буквально, да, вот так, то мы, конечно же, немножко перекроем, но все же вот здесь вот у нас получается свободная зона, которая, в принципе, может быть использована для рыболовства. И здесь рядом, тогда вот здесь вот ходить буквально чуть-чуть туда, сносить все продукты. Поэтому мы сделаем с вами на вот этом вот островке, три подряд у нас будут вот такие вот штуки. Вот, не хотелось бы просто мне делать мосты, дороги вот такие вот длительные, да, дальние. Хотя, возможно, потом когда-нибудь и понадобится. Так, ну и мы видим, что у нас, в общем-то, не все хорошо с инструментами и вот дровами. Да, и кроме того, с едой тоже у нас не все в порядке. Вот, к сожалению. Что ж поделаешь, да? И вот здесь вот буквально чуть-чуть. Но у нас Early Spring, весна настала. Это значит, что скоро будет урожай. Возможно, все же, все же мы избежим голодной смерти большинства наших жителей. 98 человек сейчас у нас есть, поэтому мы просто с вами ожидаем, когда вот нарубят и наносят сюда камни. Наблюдаем за ростом растений, за возделыванием полей. Хотя, конечно же, вот инструментов у наших нет. И я так подумал, что нам нужно продолжить строительство вот здесь вот. Здесь не так уж, чтобы очень уж много было камня. Вот, но зато у нас целая куча бревен. Ну и еще один Storage Barn, вот этот вот нам, ну никак не помешает. Это однозначно мы с вами видим, что... Как бы оно было, если бы у нас не было вот здесь вот запасов в этом вот сарае. В хранилище, так скажем, да, когда все сгорело. Так, что там нам говорят? Firewood is love, да, я знаю. Вот у нас народ тут и голодает уже, и вот нет у них дров. На самом деле дрова есть немножко. Вот 40, в принципе, если не будешь лениться, пойдешь наберешь, да? Получается так. Да и, собственно говоря, у нас весна. Какие могут быть холода? Выходи, грейся на солнышко. Нефиг сидеть там. В заперти дома. Вот, а то, что у нас мало инструментов, вот это, конечно же, напряжно. Ну, как только мы отстроим вот это вот, начнется тогда приток металла постепенный, да? И мы тогда обеспечим, так скажем, да, всех жителей. А я хотел бы вот еще что посмотреть, что нам нужно для того, чтобы сделать вуденхаус. Нам уже 16 и 8, да? А этот у нас 24, 40 и 10. Возможно, придется пока что перейти на вот эти вот вуденхаус, потому что у нас очень много вот этих вот бревен. Я, конечно же, понимаю, что они пожароопасны, и как бы из-за них опять не случилась какая-нибудь фигня, мягко скажем, да? Вот, какая-нибудь такая вот, ну, неприятная история. Поэтому я так думаю, что нам нужно где-то вот эти вот дома оставить, где-то вот, скажем, вот тут. Как можно дальше от всех остальных. Хотя мы, опять же, видели, что через реку вполне так спокойно пробивается огонь, искры летят. Так, как мы как-нибудь вот так вот. Вот здесь один, вот здесь второй. И тут у нас, вы видите, что у нас будет еще одно поле. И, кстати, кладбище тоже у нас уже забито. Полностью забито. Так, смогу ли я протянуть? Да, смогу. Вот здесь раз. Вот здесь вот. Так, это у нас вот так, да, он стоит? Следующий. Хотелось бы в линеечку как-то их так вот ставить. Два. И здесь у нас третий, к сожалению, не влезает. Мы можем вот вторым рядом сделать. Но пока что двух домов, я думаю, что достаточно будет. Вот, потому что у нас вот здесь очень много людей проживает в общаге в этой. Вы только взгляните. Да тут половина городка нашего там проживает. К сожалению. Зачем я позакрывал вот это вот? Открываем. Смотрим. У нас три, три, двенадцать, четыре. Ну, рабочих хватает всего. Вроде бы как хватает. Я даже уволил доктора. Потому как сейчас болячек никаких нет. Тут самое главное, чтобы рубщик получил инструмент. Есть у нас немножко металла. Есть у нас дрова. Должен, по идее, справиться у нас кузнец. Постепенно восстановить. И, опять же, нам придется где-то здесь подальше. Вот это у нас будет один вот здесь вот. Storage barn. Потом вот здесь будет второй. И где-то в другой стороне еще третий. Вот мы совсем, так скажем, обезопасимся мы с вами. Вот этого вот, да, что может случиться. Хотя вот они все сносят сюда. Торгаши все сносят на рынок. И если рынок горит, то горит большинство запасов наших с вами. Вот как не жаль. Так, ну что, у нас отстроился вот этот вот домик. Хорошо. На радостях сразу же, смотрите, ребеночка завезли. Да? Завели. Здесь у нас 31 из 40. Чуть-чуть буквально осталось. Еще один каменный дом у нас будет. Вот, потом они приступят, я так подозреваю, вот здесь вот. Начнут натаскивать туда. И только после этого вот здесь, по идее, должны. Ну, плюс и вот этот вот сторожки у нас. Кстати, уже вот вовсю строится хорошо. Будет вот с этого поля сюда, я так думаю, что будут заносить, да. Потом из этого будут сюда переносить. Но это я так думаю. Как оно на самом деле, еще неизвестно. Ну и мы видим, что вот оно. Кладбище 36 из 36. Здесь вот оно, несносимое, к сожалению. Ну-ка, давайте, может, еще раз попытаемся. Серьмо структур. Да нет, конечно же, оно не сносится. Придется вот этого тоже нам убирать с вами. Смысла я не вижу в этой оградке. Может быть, из хотя бы камня, да, какие-то вытащат кирпичи из этой ограды церковной. Да куда-нибудь применится оно, что ли. Хотя бы, конечно, я не хотел бы жить в том доме, который будет сложен из кладбищенской ограды. Но нашим, я так думаю, нашим просто не приходится выбирать. Я уверен, что они все хотят вот съехать отсюда, а не жить там до старости, до самой, в этой общаге. Так, ну и мы видим, что вот здесь вот тоже у нас два, помните, да? Мы говорили, что два, две полянки, которые тоже будут застроены у нас домами. Вот такими вот домами, каменными. Я пока что не хочу здесь, вот в принципе, можно было бы сделать, конечно же, дома из дерева. Но я не хочу, потому что они, ну вдруг они загорятся, да? Все-таки у этих поменьше шансов, что они загорятся. Я просто второго пожара не переживу. Я думаю, что наши жители то же самое. Потеряют всякую надежду. Здесь у нас 15 из 15, здесь у нас то же самое. Но вот несмотря на то, что у нас пастбище осталось, все осталось, а пищи не хватает. То есть у нас совершенно с вами ничего не горело. Из вот этих вот добывающих пищу сооружений зданий. Я так думаю, что эта проблема в том, что нет инструментов. То есть они стали менее эффективно работать, меньше начали приносить еды. Вот, соответственно, начали голодать. Ну, мы видим, да, что вот оно. Действительно, как-то тут совсем слабо. У нас зима на носу уже, поздняя осень. А еды, ну, буквально 10%. Ну, это полная фигня. Вот сюда, по крайней мере, хотя бы переносят. Теперь вот с этого поля вы видели, да? Только что человечек подошел выше, высыпал сюда и вернулся назад. По крайней мере, им теперь не нужно далеко ходить. Вот, это, конечно же, здорово. Ну, и может быть, даже кто-то здесь вот проживает. Тут же рядом. С этим полем, рядом с кладбищем. Сюда вот начали свозить бревна, да? А, нет, это срубили. Срубили и скоро начнут свозить бревна. Ну, и вот здесь вот тоже мы с вами продолжим. Кусочек селения, вот сюда, вот в эту сторону. Такое, кстати, занятное такое местечко, уютное, да? Несмотря на то, что там вон кладбище. Но среди леса так вот проживать. Рядом поле, на которое далеко не нужно ходить, да? Вот, относительно. Рядом тут у нас вот куриная ферма, рынок. Неплохо, я считаю. Завидное местечко. По крайней мере, не сгорит. Меньше шансов, что сгорит. Так, ну ладно, это все хорошо. Давайте смотреть, что у нас. Что у нас есть, чего у нас нет. Вот, у нас полно дерева. Делается инструмент, по крайней мере, появилось железо. Это уже легче. Вот, как-то постепенно 57 человек, да? 56, вот кто-то взял один инструментик. Конечно, с таким остервенением рубят дрова. Я думаю, еще бы без такого рвения рубить. Тут нужно нарубить столько дров, чтобы всех обеспечить. По 4 человека у нас здесь вот ловят. По 4 здесь ловят. По 10 тысяч у нас фуд. Ну, мы видим, что со всех полей практически уже все убрано. Вот, и несмотря на это, всего-навсего 9%. Это, конечно, круто. Кто-то мерзнет. Один, да, по идее. Хотя вот значки. Вот один, вот второй значок. У нас уже winter, зима. Печально. Печально все это, конечно же, наблюдать. Дрова есть, просто не успевает рубчик дров. Потому что он голыми руками работает. И добавить это нам нужно будет еще один вот такой вот ставить. Да, но мы с вами знаем, что 100 человек. Так, что один бездомный? Непонятно. Educated и без дома, да? Счастье, конечно же, тут счастье. Late winter. Кстати, пережили как-то. Развелась с мужем. Муж выгнал ее из дома, я так подозреваю. Вот, и здесь места нет. Поэтому она живет прямо на пристани. Тут же рыбку ловит. Где-то здесь вот ночует. Да, незавидная участь. Не успевает наши 10 человек наковырять необходимое количество. Хотя, вот здесь вот есть. И здесь есть, смотрите. Вот, довольно-таки много. 10 штук. И тут, я так думаю, что не меньше 10 уже есть. То есть, 20 металла. И этот самый металл нам сносят. Постепенно сносят. Вот, этот металл нам пока что нигде не нужен. Потому что мы ничего такого этакого из металла не делаем. Мы делаем вот это вот. Здесь металл не нужен. Здесь без гвоздей все делается. Вот здесь то же самое. Что у нас тут? 7 кожи сюда притащили. Вот, скорее всего, вот эти вот охотники решили, что вот здесь вот поближе будет сюда таскать, чем на рынок. Возможно. Тут у нас 2. Хорошо. В общем, здесь мы просто с вами ждем. Вот. Ничего такого делать пока что я не буду, потому что, ну, вы сами видите, да, что у нас металла нет. Металл ковыряют 10 человек. И вот он вот-вот скоро должен появиться, потому что мы нигде его не будем использовать. Возможно, вот это вот стоило бы, конечно же, сделать. Но тут 40 нужно металла. Это просто офигеть. И 80 камня. Ну, это ладно, да? 82 бревен. Но 40 металла, где я его наберу? Сначала инструменты. То есть, в первую очередь инструменты. Потом мы будем с вами делать этот трейдинг пост. Потому что сейчас без инструментов это затянется очень надолго. И все остальные отрасли нашего города тоже будут страдать из-за этого. Так, наверное, мы все же поставим, давайте, на 10. Как-то слишком медленно все это дело развивается. По крайней мере, кузнец сам себя обеспечил. Да? Нет, не обеспечил. Он ходит тоже самое. Голыми руками все делает. Вот. Но по чуть-чуть приносит. Что-то делается. 9,4. 58. Хотя, что делается, если я не вижу, да? Где результат? Это у нас кузнец или кузнечиха там работает. Вот. Ну, чуть-чуть сразу же забирает отсюда. Инструмент этот самый. Так, всего у нас 102 человека. Вот. Я бы не хотел больше расширять наш город. Потому что это, ну, это бесконечно, вы сами понимаете. Больше полей, больше вот этих вот рыболовных. Больше собирательства, больше всего. То есть, фактически это все то же самое. На одни и те же грабли мы наступаем. Голодают, мы больше делаем, да? Полей. Вот. Больше сделали полей, больше родилось жителей, больше нужно дерево. Ну, короче говоря. Вот. Если бы можно было как-то установить ограничения. Вот. Не таким вот варварским способом просто не строить домов, да? Чтобы они там ютились по 10 человек вот в одном доме. Старички. Вот. Дом престарелых, если был какой-нибудь, да? Чтобы можно было вот... Исполнилось тебе там 65 лет, на пенсию вышел. Будь добр. Съезжай-ка ты. В дом престарелых. Да, людей, конечно, в каждом доме и много стариков. Очень много стариков. 46, да? Все-таки. Все-таки постепенно. Делает кузнец. Инструменты постепенно наши как-то тут получают они их. Вот. Это уже хорошо. По крайней мере, она себе сделала. Смотрите. Вот. По крайней мере, да? Кловыми руками не работает. Это уже радует. Так. 36. Хорошо. Но кто-то голодает уже. Уже успел. Ну, потерпи. Тут буквально чуть-чуть вот, да? Вот убирается. Смотри. Вот жратва. Бери. Хватай. Да и фаервуда мало у них дров. Вот. Только что мы видели, да? Только что буквально родился. Мы присутствовали с вами при рождении ребенка. Линдолаз какой-то. Леголаз прям. 100 мяса. Перчика чуть-чуть. Вот. И я так думаю, что где-то здесь, во-первых, кто-то умер. Как-то успел он умереть, да? Даже охотник. То есть мясо все людям. Он мясо это даже не ел. Он его разделывал и носил сразу же. Людей кормил. Сам умер от этого. Вот. Где-то здесь, я так думаю, что нам нужно продолжить этот самый. Смитри. Кладбище. Вот. Жаль, конечно, лес портить. Да, так скажем. Но что поделать? Вот. Ну, кладбище нам в любом случае нужно. Без него никак. Давайте сделаем его максимально большим. Такое нельзя, да? Вот такое вот. 10 на 20. Ух ты, нифига себе. 20 на 20. Вот это серьезное было бы кладбище. Вот. Но почему-то нельзя вот вытянуть больше 20, да? Вот в длину. Странно. А я бы хотел так сделать. Ну, ладно. The zero foot is low. Так. И здесь у нас нужно 50. Офигеть. 50 камня. Вот зачем, вот скажите, зачем здесь делать оградки, да? Вот. Прекрасно, без оградок тут все. То есть, меньше нужно сюда стройматериалов было бы, если бы их не делать, эти ограды. Потом все равно их сносить. Вот, ну да ладно. Что есть, то есть. Этим не хватает дров. Тут всем не хватает дров, потому что рубщик у нас не справляется. И, к сожалению, здесь второго сделать тоже нельзя. Нанять, так скажем, да, второго. Поэтому остается только ждать. Ждать и надеяться, что все-таки никто не замерзнет. Ну, по крайней мере, смотрите, хоть есть что покушать им, да? Как известно, когда холодно и поев, как-то человек согревается. И наоборот. Если голод, то даже в теплое время суток может быть холодно. Потому что энергия не вырабатывается. Так, ладно. Это у нас серия какая-то получается, но у нас какая-то то ли обзорная, то ли какая-то вот бездельничая, да? Мы просто смотрим, как другие работают. Вот, сами ничего не делаем. Потому что нужно ждать. Просто ждать и смотреть. По крайней мере, вот я не вижу недостатка в этих дровах. Уже хотя бы это радует. Как вы помните, у нас постоянно была проблема. До того, как мы построили вот эти вот лесничества. Здесь вот тоже целый завал прям. Нарубили сколько всего. Эти туда носят, те там где-то. Здесь никак народ не согреется. Ох, нифига себе. Довольно-таки много народа здесь. Съедают сразу же. Вот, что здесь бы не появлялось, сразу же отсюда забирают. Все едят. Так, чувствую я, что нам нужно как-то будет расширять наши поля. Поля или загоны вот эти вот переделывать, чтобы побольше было здесь коров, овец, всего побольше. Кроме того, вот здесь вот мы тоже с вами думали, планировали сделать поле. Кстати, кладбище уже сделали. Молодцы, быстро. Как-то они так сообразили. Может быть и камень есть лишний, а? Десять, да? Десять лишнего камня у нас есть. И если он есть лишний, то тогда, пожалуй, вот все-таки хотелось бы. И инструменты все уже тоже, да? А вот как-то я даже сразу не заметил, что, оказывается, инструменты мы тоже с вами все сделали. Отлично. Теперь делаем это. Вот сюда пускай стаскивают. И на следующий год мы сделаем вот здесь вот поле. Ну, вернее, мы можем его сделать сейчас. Какое-нибудь такое большое поле. И сначала вот это вот уберем. Дорога здесь не нужна нам больше. Вот, и сделаем такое максимально большое, да? Ну, как, приблизительно вот такого же размера, как вот это вот. Рядышком. Вот так вот. Но пока дорогу, пока дорогу они не убрали, да? Пока мы не можем протянуть, к сожалению. Даже вот запланировать мы не можем почему-то. Странно. Так, еще разок. Ладно, ждем. Просто ждем. Все равно в этом году мы с вами поле уже не засеем, не соберем с него. Это так, просто планы. Планы на будущее. Вот, я думаю, может быть вот здесь вот сад расширить. Как считаете, а? Было бы недурственно. Но с другой стороны, кварталы тоже нужны жилые. Все-таки никто не отменял вот это вот расселение. Хотя народ, смотрите, как-то тут уже расселился более-менее. Было раньше больше. Что у нас? А, расселился. Да, они уезжают вон туда. На новое место жительства, которое мы с вами сделали. Вот, уже 7 человек заселилось. Рано я начал радоваться, что они расселились. Вот, сюда мы стаскиваем металл. Чуть-чуть осталось и много осталось камня. Вот, как оно только сгорело, да? Ну, вот, смотрите, тут же ж река. У реки можно было бы набирать все. Тушить его. Вот, но тем не менее. Мне в комментариях говорили, что нужно всех освобождать, вроде бы как. Чтобы все были рабочими. Вот, и как-то так они должны были бы, да? Тогда тушить. Но это немножко выглядит нелогично, да? Когда все горит, обычно не ковыряется у коровы там где-нибудь. Вот, и курятники тоже там не сгребают навоз. Все бросают и бегут тушить. Но мы видели с вами, что этого не происходило. Народ ходил себе, как ни в чем не бывало. Хотя тут везде все горело. Ну, это небольшая недоработка, я считаю. Возможно, она и будет исправлена. Так, вот каттер вроде бы как справляется, да? Вот тут вот буквально чуть-чуть у нас... Ой, у кого не хватает дров. Вот, еды буквально. Может быть и переживут зиму, естественно. Может и нет. Кто его знает. И хотел я еще просмотреть, где-то тут у нас... Это у нас школа, 10 студентов. Вот, Тейлор. Который шьет, как вы видите, у нас теплые одежды. Так как у нас есть и... Была, да? Была и кожа, и... Бараний мех. Вот он дубленки им шьет. Такие красивые, теплые. Так, ладно. Я так думаю, что на этом мы будем с вами прощаться. Вот, в следующей части достроим вот это вот. Тут буквально чуть-чуть осталось сюда дотаскать камня. И... В общем-то, сделаем поле. Кстати, насчет поля, может быть, даже сейчас, да? Но дорогу как-то они не спешат убирать. Потому что у нас что, один работник? Три строителя туда носят? Да даже не знаю. Как-то... По идее, они должны были бы и вот это вот убрать. Да, тут где-то у нас были приоритеты. Ну да ладно. Все равно уже, наверное, поздно. Пока мы там все это расчистим. Уже будет пол лета пройдет. В общем, я на этом буду с вами прощаться. Встретимся в следующей части. Всем удачи. Всем пока.